Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. В прошлых роликах, 3 месяца назад, я показывала статистику, где за ноябрь 2022 года было активировано 667 новых кошельков за месяц, а за первую неделю декабря уже 200 кошельков. Делая тогда эти ролики, я понимала, что это только начало старта огромного внимания к блокчейну PRISM и признания его безупречности как новой и единственной на сегодня технологии без доверительного управления, без посредников и не ошиблась. Если за январь месяц 2023 года на канале Параиндикатор было зафиксировано 1238 новых активированных кошельков, а в холд-период поставлено 545 кошельков, то сегодня, 1 марта, мы видим статистику уже за февраль 2023 года. Новых кошельков в блокчейне PRISM за 28 дней в феврале 3425, а в холд-статус поставлено 1082 кошелька. Это в два раза с лишним больше, чем за 31 день в январе. Интерес к блокчейну с каждым днем стремительно возрастает. Народ начинает понимать, что какие бы золотые горы не сулили в хайп-компаниях, с их ухищренными правдоподобными легендами отдавать свои деньги в доверительное управление нельзя. Однозначно все эти компании не через неделю, так через 2-3 года соскамятся, и всех обманут и обчистят подчистую. Заработать смогут только 5-10% и в основном это будут рифоводы за счет реферальных начислений. В PRISM нет ни реферальных ссылок, ни реферальных начислений. Вы приобретаете монеты на бирже, выводите с бирж монеты на свои личные кошельки, от которых парольная фраза у вас и только у вас. Никто вам и никогда не сможет запретить вывести ваши монеты на биржу и обменять их на фиат в любое время. Теперь давайте посмотрим статистику по биржам. За январь на все эти биржи было выведено почти 36,5 миллионов монет, а с биржи разобрали по своим кошелькам чуть больше, чем 43 миллиона монет. То есть скупили с бирж на 6,5 миллионов монет больше, чем продали. А за февраль ввод на бирже около 52 миллионов, а вывод с бирж чуть больше 45 миллионов монет. В принципе это как-то связано с тем, что в январе не была включена статистика по бирже CoinTiger. Там велись работы по подключению блокчейна, поэтому ввод на биржу был возможен, а вывод монет с нее был отключен несколько недель. Но и даже эти результаты очень хорошие, потому как если мы посмотрим на количество напаромайненных монет, который составил 12 миллионов 321 тысячу монет, то понимаем, что пар разобрался с бирж в тройном размере. Это говорит о том, что монета востребована, и скоро ее не так-то будет много на биржах по такой цене. Математика говорит о том, что скоро наступит дефицит, который приведет к тому, что спрос повысит предложение. Поэтому вывод делайте сами, как говорится, иметь или не иметь. Для тех, кто не знает с чего начать, посмотрите вот этот ролик, в котором я рассказываю и показываю все пошаговые действия. И предлагаю просмотреть вот эти ролики. Нажмите вот тут на кнопку «Еще», опускаетесь в самый низ, находите список роликов для обязательного просмотра перед тем, как принять для себя решение, нужен ли вам пожизненный пассивный доход на криптомонете призм, нужна ли вам добавка к пенсии в старости. Парольные фразы от своих кошельков вы можете подарить своим детям, внукам или правнукам в наследство, ведь монета призм будет добываться еще почти 100 лет. На этом у меня все. Всем желаю удачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите свои вопросы под роликом. С вами была Валентина Синема 2. Субтитры создавал DimaTorzok